Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников, скульпторов и их автобиографии. Алонсо Кано Альманса, или Алонсо Кано, был испанским художником, архитектором и скульптором, родившимся в Гранаде. Я пользуюсь приводной Википедией. Родился 19 марта 1601 года. Архитекторию учился у своего отца Мигеля Кано, живописи в Академии Жуана Дель Кастиле и у Франческо Пачека, учителя Веласкеса, и скульптуры у Хуана Мартинеса Монтаньеса. Как скульптор, его наиболее известные работы имеляется Мадонна с младенцем в церкви Лебриха, так называемая Небриха, и колоссальные фигуры Сан-Педро и Сан-Павло. Стал первым королевским архитектором и художником Филиппа IV, инструктором принца Бальтазара Чарльза, принца Астурийского. Король присвоил на церковное звание Гранадского собора, каноника, чтобы занять должность главного архитектора собора, где его главным достижением в архитектуре был фасад, спроектированный в конце его жизни и возведенный по его проекту после его смерти. Он был печально известен своим неуправляемым нравом, и говорят, что однажды рисковал своей жизнью, совершив тяжкое преступление, разбив в древеске статую святого, когда был в ярости на покупателя, который был недоволен ценой, которую он потребовал. Согласно другой истории, однажды вечером, вернувшись домой, он обнаружил, что его дом ограблен. Его жена убита, а слуга итальянец забежал. Несмотря на презумпцию невиновности в отношении беглеца, судей осудили Кано, потому что он был ревнивого нрава. По всей видимости, он поручил слугу. После этого он бежал в Валенсию, но впоследствии вернулся в Мадрид, где его подвергли пыткам, которые он выдержал, не признав себя виновным, и король благословенно принял его. После смерти своей жены, он принял священный сан в качестве защиты от дальнейшего судебного преследования, но все же продолжил свои профессиональные занятия. Умер в 1667 году. В свои последние минуты, когда священник протянул ему распятие, он сказал ему убрать его, потому что оно было плохо вырезано. Согласно католической энциклопедии, умирающий Кано отказался от причастия у священника. Но, вероятно, эта версия ложная, как и многие другие, о его жизни и темпераменте. Вот так, такие данные я взял из переводной википедии о испанском художнике, архитекторе, скульпторе, который родился в Гранаде, Алонсо Кано Альмансо. Или Алонсо Кано. Или Кано. Пока-пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok